Спонсор показа сайт VGCase.com Всем доброго времени суток, с вами VG News, а это значит, что в ближайшие несколько минут вы узнаете о самых свежих и актуальных новостях игрового мира за прошедшую неделю, что нам подарила последняя неделя лета, а также первые дни осени, об этом прямо сейчас. Владельцы PlayStation 4 получили возможность погрузиться в кубический мир Майнкрафта на своей консоли. Среди разработчиков The Elder Scrolls Online прошли увольнения. Названа дата британского релиза игры Project Cars. Ну и напоследок оригинальная версия Left 4 Dead 2 выйдет в Австралии спустя 5 лет. Обо всем этом прямо сейчас. Не прошло и суток после обнародования даты релиза Майнкрафт на Xbox One, как шведская компания MatJunk сообщила о скорейшем выходе и PS4 версии. Североамериканское подразделение Sony Computer Entertainment подтвердило, что 4 сентября до конца дня игра станет доступна в североамериканском сегменте консольной сети PSN. В Европе игра была доступна еще с самого утра. Стоимость Майнкрафт PS4 Edition составляет 20 долларов. Также было объявлено, что все, кто в свое время приобрел PS3 версию в цифре или на физическом носителе, смогут обновить проект для новой платформы всего за 5 долларов. Сделать это можно в магазине PlayStation Store. В общем, можно только порадоваться за разработчиков и поклонников виртуальной песочницы. Ведь еще в конце августа судьба PS4 версии оставалась туманной. Финальная версия игры, которую Маджанг отправила Sony, не прошла сертификацию из-за наличия ошибок. Тогда было неизвестно, сколько времени потребуется на их исправление. Разработчики довольно быстро справились со всеми проблемами, так что Майнкрафт стала доступна пользователям PS4. Напомним, что владельцы Xbox One также могут приобрести игру. Для них она вышла 5 сентября. А обновление с Xbox 360 и Xbox One версии будет идти по той же схеме, что и на Sony устройствах. В студии Zenimax Online, которая занималась разработкой и продолжает поддержку Zelda Scrolls Online, прошли увольнения. Информацию об этом подтвердила компания Bethesda. Для игровой индустрии в этом нет ничего необычного, особенно когда дело заходит в разработчиках онлайновых игр. При создании таких крупных проектов необходимо наличие большого числа сотрудников, чтобы подготовиться к релизу и поддержке в течение первых месяцев после него, сообщил глава Bethesda по маркетингу Пит Хайнс. Теперь же, когда с момента выхода прошло полгода, мы сумели собрать процветающее интернет-сообщество вокруг нашего проекта. И потому сократили список сотрудников, оставив лишь тех, которые необходимы нам для удовлетворения последующих нужд студии. Даже после прошедших увольнений в Zenimax Online работает очень много людей. Случившееся никак не повлияет на дальнейшую поддержку игры, осуществление планов компании, заверил Хайнс. Мы по-прежнему любим The Elder Scrolls Online и продолжаем вкладывать много ресурсов в создание нового контента для PC и Mac-версий. Мы также готовимся к релизу на консолях и планируем выпустить игру на других территориях, где она еще и недоступна, добавил он. Релиз The Elder Scrolls Online на PS4 и Xbox One должен был состояться в июне, но его отложили на 6 месяцев. И хотя новая дата выпадает на декабрь, в Bethesda не уверены, что выход игры стоит ожидать в этом году. Гоночный симулятор Slightly Mad Studios будет выпущен на ПК PlayStation 4 и Xbox One 21 ноября этого года. Правда, пока эта дата актуальна только для жителей Великобритании. Почему тогда для нас это важно? А дело в том, что, как правило, британский релиз совпадает с европейским и происходит на 3 дня позже североамериканского. То есть, с некоторой долей вероятности можно утверждать, что в США проект появится 18 ноября, а в Европе и, соответственно, в России 21-го. Еще во время анонса в списке платформ также присутствовали старые консоли PlayStation 3 и Xbox 360. Со временем из списка целевых платформ их исключили. Зато в игру было решено добавить поддержку очков виртуальной реальности Oculus Rift и Project Mofius для PlayStation. Релиз Project Cars должен состояться и на приставке Wii U, но и тут не все так гладко. Как мы узнали в середине мая, эту версию выпустят не раньше 2015-го года. Тогда же проект должен появиться и на SteamOS, собственной операционной системе компании Valve. Игра разрабатывается весьма необычным, если не сказать уникальным способом. Некоторые члены игрового сообщества непосредственно участвуют в разработке, помогают с дизайном, а как следствие получают часть прибыли после релиза игры. Компания Bandai Namco лишь помогает созданием. Спустя пять лет после релиза PC-версия кооперативного шутера Left 4 Dead 2 наконец доберется до Австралии в том же виде, в каком она вышла в других странах. Австралийский классификационный совет выставил игре от Valve возрастной рейтинг R18+, и допустил ее к распространению на территории страны. В 2009 году власти Австралии запретили издавать игру из-за наличия в ней сцен с чрезмерным насилием. Чтобы остаться на австралийском рынке, Valve пришлось подвергнуть шутер серьезной цензуре, убрав из него кровь и возможность лишать зомби различных частей тела. Австралийский классификационный совет одобрил смягченную версию и присвоил ей рейтинг MA15+. После этого Valve попыталась обжаловать решение о запрете оригинальной игры, но потерпела неудачу. Стоит отметить, что до недавнего времени категория MA15+, являлась самой высокой в Австралии. Только в 2012 году парламент страны принял закон о создании рейтинга R18+, для еще более жестоких видеоигр. Соответствующий закон вступил в силу в январе прошлого года. Ну и на этом на сегодня все. Это были все самые свежие и актуальные новости за прошедшую неделю. Надеемся, что вам понравился этот выпуск и что вы непременно поставите нам лайк на ютубе. А мы желаем вам хорошего настроения и оставайтесь в World Games и будьте в курсе всех самых важных игровых событий. Субтитры создавал DimaTorzok